Привет, друзья! Решил сегодня, вот, глядя на погоду, на дворе 10 градусов тепла, идет мелкий пагативный дождь. И я вот, глядя, что мое предыдущее повествование немножечко понравилось, вот, решил поговорить, порассусоливать сегодня на следующую тему. Ехал вчера я где-то в машинке, слушал радио, и один из каналов, значит, проводит параллель между фашистским, попыткой фашистского вторжения в Британию в 1940 году и произнесенной известной речью Уинстона Черчилля о том, что, ну, типа, отступать нам некуда, что у нас выход такой, мы должны все стать на защиту нашей Родины, да. Ну, говорилось о Британии. Дословно слова не буду перечислять. Вот, хочется сделать, когда этот фильм более информативный, вставить картинки, вставить эти речи Черчилля по радио, как американское, американское, говорю, как германские корабли со всех сторон утюжили британские моря, пытаясь владычицу морей утопить, когда тысячи самолетов люфтваффе атаковали, бомбили Лондон, другие города, знаменитая Ковентри, за которой, ну, ладно, значит, то есть шла реальная война, и в одном из своих повествований я говорил, что тут собирали металл везде, слилили из него оружие, пушки, то есть вся Британия, как один, встала на защиту своей Родины. И в этом же повествовании, в этом радио, ведущий говорит о речи Бориса Джонсона, что сейчас на нас, как и в 1940 году, навалился враг. Навалился враг, нас уничтожает, то есть враг невидимый, и зовут его бактерия COVID-19. У меня сразу возникла такая ассоциация. Да, наверное, правильно говорят, но когда говорят, врагом выступил COVID-19, пандемик, эпидемик, враг не пройдет, да? Но у каждого врага должно быть имя, фамилия, или, по крайней мере, кличка какая-то, ну, не может же быть вирус, который навалился на весь мир, и который утюжит экономики, если сильно развитых стран, то можете представить, что он делает с недоразвитыми странами, или недостранными, или с колониальными какими-то моментами. Так вот, проводя параллели между 1940 годом и современными днями, когда весь мир, включая Британию, накрыла волна страшного, коварного вируса, но на самом деле существует, потому что мой хороший знакомый буквально сгорел за 2 часа ночью, я уже рассказывал об этом. Хороший парень, но он страдал диабетом, так, неважно, относился к своему питанию, просто легкие свернулись, и все, он умер. Жалко, хороший человек был, очень хороший дровосек наш. Вот. Так, проводя параллели между 1940 годом, когда четко было ясно, что гитлеровский сговор, Гитлер попытался атаковать Британию всеми возможными средствами для того, чтобы не оставлять у себя в тылу, ну, врага, с точки понятия Гитлера. А сейчас, да, и пытался, конечно, гитлеровские, нацистские войска, там, подводные лодки, корабли, самолеты, все использовали для того, чтобы развалить центр Британской империи, и бомбили Лондон довольно-таки серьезно. Если посмотреть старые документальные фильмы, конечно, кто говорит, да шо там эта игра, какая нахрен игра? Игра Советского Союза тоже была с Гитлером. Игра тоже там вашим, нашим, и непонятно кому нашим. Так вот, проводя параллели с сегодняшним днем, и говоря на том, что враг накатился на Британию, и не только Британию, Британия одна из сторон идет, современная, в современных понятиях, современными методами, гибридная война, мировая война, мирового масштаба. Вы можете посмотреть. Все страны, включая высокоразвитые, подверглись этому массированному нападению со стороны определенной группы лиц, у которых есть имена, но которых пока никто не называет, которые впустили свой вирус с территории Китайской Народной Республики, а там доминирующая коммунистическая партия. И именно с Уханьской лабораторией произошла утечка вируса. Об этом подтверждают даже сами китайцы. И смотрите, что самое интересное. Вирус был обнаружен 18 января. А уже в конце декабря на территории Британии были больные, люди были с проблемами легких, с пневмонией. Никто этого не знал. Масса народа работала там, ездила туда-сюда, китайские дети в огромном количестве. Кажется, 150 тысяч студентов ежегодно получают британские визы на учебу с Китая. И все это проходило в колоссальном объеме. Если в Ухане только в первые дни, там, 18-го, 19-го, 20-го выявили только 260 больных вирусов, то можете себе представить, что до этого числа инфицирование всего мира произошло именно с такого торгово-экономического хаба, который находится в Ухане. И люди по всему миру ездили и перемещали. У меня есть подозрение, это мое такое субъективное или какое-то там мнение, несерьезное, пусть мне это приснилось, что, произведя этот вырос, Китайская Народная Республика во главе своего вечного лидера, пытаясь захватить мировое господство, а экономическая война остается войной, и повергнуть своих врагов в западный мир, западную цивилизацию, в коллапс, для того, чтобы очистить рынки для продукции своей, выпустила вирус, дала возможность этому вирусу распространиться, попасть в другие страны, а случаи с заражением вируса были здесь, но никто не понимал, что это, и не ожидали, что такой будет эффект. Только лишь потом, когда вирус хорошо распространился по миру, они только тогда сделали шоу или не шоу, начали борьбу с этим вирусом на территории Китайской Народной Республики. Но мир уже был поражен. Никто не мог поверить, что третья мировая война нового гибридного типа вступит в свою, ну, я не скажу кульминационную, то есть в высшую стадию своего маразма, когда сумасшедшая коммунистическая партия, а результаты работы коммунистической партии мы видим на территории бывшей Российской империи, и мы это видим, то, что происходит сейчас. Идеология та же самая. Идеология – это человека-ненавидчество тем или иным образом, то есть это попытка группы управления доминировать на всем миром и навязывать свою идеологию, которая, ну, несовместима с идеологией человека в высшем понимании этого смысла слова. Инфицировав весь мир и ввергнув мир в колоссальный коллапс, мало того, что Китайская Народная Республика еще на этом колоссально зарабатывает, потому что до этого, за много лет до этого, еще в 90-х годах германские производители, американские, британские и другие, видя в Китае дешевого производителя, импортировали туда технологии, представители в виде инженерных работников, которые создавали фабрики, учили людей и учили технологическим процессам производить доступный ассортимент ширпотреба, который не требует больших, ну, возьмем, технологических изысканий или технологических решений. И вот благодарность коммунистического Китая такова, что Китай, Китайская Народная Республика, люди здесь ни при чем, правительство, пусть думает правительство, о том, что Китай отплатил сполна звонкой монетой, так же, как и в 1939 году разные страны искали с развивающейся, с развивающейся, стремительно развивающейся германской милитарной машиной, пытались находить компромиссы, пытались сгладить какие-то острые углы. Но с нацистской идеологией, с коммунистической идеологией, опять же, возвращаясь на примере Советского Союза, нельзя мириться. Эта идеология должна быть запрещена повсеместно во всем мире. И фанаты этой идеологии должны преследоваться уголовными методами. Потому что не могла Россия, которая входила в 20-е столетие с 280 миллионов, с колоссальными территориями, оказаться сейчас, после двух войн, гражданской войны, чисток, голодоморов, оказаться 140, ну, пускай 200 миллионов, в то время, когда Китай в начале прошлого века был всего лишь около 100 миллионов. Эх, это говорит о том, что не помогайте сумасшедшему и будьте всегда с ним бдительны, потому что обратка последует, потому что эта идеология, она платит звонкой монетой. Ну, да бог с ним. Это отдельная история. Возвращаясь к воззванию или к параллели ведущего этого канала о том, что вот сейчас Британию атаковал вирус-убийца, вирус, который несет колоссальное разрушение экономики и прочее. О же экономике всем остальном, я сказал в предыдущем повествовании, но сделаю сейчас, наберусь смелости и позволю себе сделать такую параллель. На протяжении последних двух лет в Британию самыми разными способами, в основном из азиатских стран, Пакистан, Афганистан, там Африка, потому что разрушенный северо-африканский санитарный кордон или пояс, разными способами проникло на надувных лодочках только лишь в прошлом году 8 тысяч человек, свыше 8 тысяч человек. Этих 8 тысяч человек, естественно, прибыли не в масочках, непонятно кем оплачивались, и в то время, когда страна подыграется колоссальному нападению невидимки вируса, приезжают люди, цели, задачи, документы которых абсолютно неизвестны и непонятны. Представьте, я буду сейчас делать параллели, болтаться влево-вправо. Представьте себе 1940 год. Германия приготовила операцию «Морской лев», посылает корабли, самолеты бомбить Великобританию, и в то же самое время на резиновых лодочках плывут молодые люди разной принадлежности, разной национальности, да, без оружия, и растворяются на территории страны. Или какая-то часть ловится, изолируется, содержится за счет налогоплательщиков британских, которые ведут войну 1940 год и 2020. Представляете? То есть, сидят с территории Германии на лодочках, приплыло колоссальное количество людей с непонятными целями, а еще недавно были боестолкновения в Сирии, когда поддерживаем непонятно кем коалиция бандитской, бандгрупп, которые строили черный халифат, да, это ж куда-то они все делись, может быть, они сейчас плывут на лодочках в Британию для того, чтобы по указанию невидимого центра, который произвел вирус, коронавирус 19-го года, может быть, эти же люди, обладая неограниченными ресурсами, спонсируют этих плывущих на лодочках для того, чтобы в час икс или открыть контейнеры с бациллами, или осуществить террористические мероприятия на территории Великобритании и добить ее и без того пострадавшую экономику. Мне очень не хочется говорить на эту тему, потому что это не мои прерогативы, но так как я живу в стране, где фрис-спич это очень важен, и я переживаю за ту страну, которую считаю очень адекватной, очень богатой на умных людей, и которая не хочет попасть под раздачу мировой шайки-лейки, которая разрушает мировую экономию в целях достижения каких-то сумасшедших поставленных целей, о которых я говорил в предыдущем повествовании. Кроме всего прочего, на территории Великобритании находится 56 тысяч нелегальных иммигрантов, которые находятся под контролем, или даже сейчас 60 тысяч. Для них строятся за деньги налоплательщиков лагеря детеншн, то есть временного задержания. Масса из них живет по гостиницам, питаются, содержатся за счет государства, гостиницы оплачиваются, это дополнительная экономическая нагрузка. В то же самое время миллионы маленьких английских бизнесменов, которые делали свой бизнес, платили налоги, содержали семьи, держали британскую экономику на плаву, а это колоссальное количество валово-национального дохода, создают маленькие фирмы, их около или выше 5 миллионов в Британии. Большинство из этих фирм не имеет возможности получить никакой государственной поддержки в связи с тем, что на уровне государства допущена колоссальная ошибка, пропуская, назовем так, татаро-китайских лазутчиков, зараженных коронавирусом. Если даже Китай, а идет реально Третья мировая война нового гибридного типа, и она сейчас находится в самой высшей стадии ее продвижения, кто кого, то есть уже весь мир стал друг против друга. Все кричат коронавирус, но у каждого вируса есть хозяин, тем более в современном мире. И я уже говорил и говорю, на миллиард 400 миллионов человек, проживающих на территории Китая. Было 400 миллионов за чертой бедности. Сейчас вроде бы 300 миллионов, где-то 100 миллионов подевалось, неважно, я не вникаю в статистику, неинтересно. И глядя на развивающий, стремительно ситуацию в мире, я могу сказать следующее. Если Китай в виде живых контейнеров разошлет по миру 400 миллионов бедных, больных или зараженных людей, Китай ничего не потеряет. Но если даже частью этих людей будет заражена, конечно, поздно уже на эту тему говорить, будет заражена Европа, Россия, Соединенные Штаты, Латинская Америка. Китай от потери 400 миллионов бедных людей, готовых на все, финансируемого государством, ничего не потеряет. Потому что репродуктивная сила Китая при таком объеме населения может быть восстановлена в двойном объеме в течение буквально 20 лет. Два ребенка, и вы имеете завтра не один миллиард, а три миллиарда. И вот откуда идет татаро-китайское нашествие по всему миру. Им одной Российской Федерации сейчас недостаточно. Им нужно уничтожить бактериологическим методом. Пускай это мой сон бредовый, но глядя на происходящее в мире, я могу сказать, что это похоже на правду. Приснившуюся, примороченную такую, если очистится планета, используя живые инфекционные контейнеры для стремительно развивающей экспансии агрессивной страны, управляемой сумасшедшими фанатиками, вооруженными коммунистической идеологией, не представляет никакого труда. И прежде всего удар был нанесен по высокоразвитым странам, для того, чтобы их уничтожить, довести до зубожения, то есть до минимума Альнастана, и потом спокойно получить рынки сбыта, в то время, когда везде предприятия закрыты, средства коммуникации, коммуникации нарушены, правительство пытается каким-то образом решить вопросы, и решить не могут. Вот вам картина с солидолом таким хорошим, которую я вижу. И возвращаясь к 940 году и 2020 году, я скажу следующее, что если и дальше будет продолжаться бесконтрольная миграция людей, то страны высокоразвитые Запада будут умирать в страшных конвульсиях. Потому что за первым, вторым и третьим бактериологическим ударом пойдут удары тяжелые, какими-то гадкими болезнями. И я больше чем уверен, что в странах своего пребывания находится агентура с контейнерами, с вирусами. Это мой сон дурной. Дай бог, чтобы он не сбылся. Дай бог, чтобы силы и службы соответствующего порядка вовремя выявляли этих носителей заразы. Но это сделать в современных условиях очень и очень легко. Вполне возможно, получая в местных частных лабораториях подпольного сокрытия в нужном количестве данные вирусы. И это страшно. То есть мир должен остановиться в своем передвижении народа до тех пор, пока не будет наведет порядок с эмиграционными процессами в отдельно каждой взятой стране. То ли это Великобритания, то ли это Германия, то ли это Франция, то ли Испания, то ли Италия, то ли Португалия. Неважно, какая страна. Потому что действительно сегодня мир стоит на грани. Мир, который был атакован коммунистической партией Китая или его сателлитами или союзниками с целью разрушения мировой экономики мира и захвата лидирующего положения. Эту еще ситуацию можно назвать, когда идет третья мировая война, я надеюсь, последняя, нового гибридного типа. Во всем мире возникла ситуация форс-мажора. Этот форс-мажор или обстоятельства неопределимой силы, кто занимался или занимается бизнесом, знает, что это понятие, это войны, это обстоятельства неопределимой силы, такие как инфекции. Но в западной мере происходит интересная штука и начинаешь невольно задумываться о неумности или недальновидности политиков, которые правят миром. Раз возникли обстоятельства неопределимой силы, то представьте себе, переношусь назад, 1940 год. Нацистская Германия всеми возможными силами пытается обрушить Британию, нападает кораблями, подводными лодками, бомбит Лондон и другие города. И представляете, что солдаты, уходя на фронт, защищая свою родину, в данном случае говорим о Британии, не имея возможности работать и финансово содержать свои семьи, и представляете себе, что правительство бросает эти семьи на произвол судьбы, не помогая им ничем, не выдавая никаких-то социальных или пайков, чтобы они могли выжить. А на сегодняшний день более миллиона людей, предыдущие, имея квартиры в кредиты, вынуждены эти квартиры продавать, рынок, естественно, схлопывается, цены падают, не в состоянии платя свои кредиты, оказываются брошенные на призволящее своим собственным правительством. Но ведь идет Третья мировая война нового гибридного типа. И люди готовы работать на благосостояние своей страны, на его физическую и интеллектуальную защиту, я говорю отдельно взятую страну, для того, чтобы каждая эта страна может применить конкретно к своему конкретному случаю. И когда правительство начинают игнорировать собственных граждан, не помогать им, не аннулировать эту долбанную финансовую систему, которая и привела в погоне за мамоной к этому краху. Поэтому Китай, воспаленный этим золотишком в голове, произвел эту бактериологическую атаку на весь мир. Ну тогда грош цена каждому такому правительству. Неважно какой страны. Пусть это сон, пусть это бредовые какие-то повествования, но именно это то, что происходит. И я не верю, что бизнес и капитал, который знает, что чем больше клиентов, тем лучше процветание у отдельных бизнесменов, задумался о том, чтобы уменьшить количество населения на планете. это бред, это нонсенс. Поэтому, ну, эти данные разговоры, это философствование наедине с самим собой, разговая, разговая с интернетом, как с синтетическим высшим разумом среди разумов, но это синтетический разум, выключили свет и разума нету. Поэтому я вам, дорогие мои подписчики и слушатели, говорю, что серьезно относитесь к происходящему и требуйте от своих правительств, от чиновников, вести себя адекватно во времена Третьей мировой войны нового гибридного типа. И если они не могут или не хотят поддерживать своих налогоплательщиков, своих защитников, своих граждан и жителей, значит, эти правительства не стоят и ломаного гроша в базарный день. Значит, они куплены врагом новыми, модифицированными и синтетическими способами, о которых вы даже не подразрываете. Враг, любой враг имеет имя, имеет цели и задачи. И мы, наконец-то, в это сложное время подходим к дню и моменту, когда средства массовой информации, пока еще дезинформации, и стоящие за ними люди начнут осознавать пагубность того, что скрывать от своих граждан, от защитников своих стран истинное лицо и истинное название этих врагов и не объявят тотальную войну тому, кто вверх, 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 да, который втянул весь мир в этот кошмар и в это зубожение. Потому что, если в каждой из стран исчезнут патриоты, возьмем Британию, если не будет людей, готовых взять в руки оружие и стать на защиту своей страны, то эта страна перестанет существовать как государство, как нация, как культура и только лишь где-то в учебниках истории вскользь кто-то упомянут, что страна пала, потому что коррупция разъела основы государства и саму и саму осмысленность существования данного государства. То есть оно пало, это государство пало в результате того, что те, которым доверили, которые должны вести, как Уинстон Черчилл, как Сталин, Иосиф, да, которые, как Рузвельт, которые призвали к борьбе, к сплочению нации в единое ценное для того, чтобы дать должный отпор. Представляете, если люди сказали, а мы не знаем, это Вегус напал, да, эти страны перестанут существовать, ну и тогда горе побежденному. С вами канал Компери, семья, крепкая семья, основа крепкого государства, ибо оставаясь индивидуальностью, мы остаемся людьми, собранными, собранными, созданными по образу и подобию высшей силы, которую в разных языках называем по-разному, а мы ее зовем Бог. Бог велик, Бог сидит, Бог видит, Бог направляет своих ангелов для решения тех или иных вопросов. Но Богу нужно помогать, так что, друзья, объединяемся, вне зависимости от где вы живем, враг идет, и враг не будет. С вами Панькац. Пань. Панькац. Панькац. Пенкац.